Движущая сила особенно в самые трудные времена. Волонтёры республики объединяют усилия для оказания помощи людям. Сегодня с добровольцами встретился в Рио главы Чувашии. В любое другое время их бы могли собрать вместе в одном зале. Но пока приходится общаться по удалённой связи. В условиях, когда вирус не сдаётся, растёт количество заболевших и всё больше людей попадают в зону риска. Гарантия безопасности самоизоляции, отметил Олег Николаев. К тому, кто сейчас находится дома и нуждается в помощи, готовы прийти волонтёры. Поддержка добровольцев в эти дни как никогда важна. Далее он уже проходит непосредственно очное обучение и инструктаж с целью налаживания работы более протрачной. Каждой заявке присваивается номер, о котором известно только волонтёру штаба, пожилому человеку и непосредственно волонтёру выездной группы. Волонтёры приедут только к тем, кто обращается на телефоны горячих линий. Сейчас вы видите их на экранах. Это гарантия того, что люди, нуждающиеся в помощи, не столкнутся с мошенниками. Сейчас в республике работают три штаба добровольцев. Более трёхсот человек прошли специальную подготовку. За день поступают десятки звонков. Перед каждым выездом сверяется список покупок. Линочная, нужно купить продукты, хозяйственные продукты и продовольственные, муку, крупу. Свою поддержку предлагают и предприниматели. Они готовы приобрести продукты и медикаменты и передать их нуждающимся безвозмездно. Акция «Мы вместе» объединила неравнодушных людей по всей стране. Так и в республике формируется единая команда, которая помогает людям пережить трудный период. Эта деятельность очень важная, очень нужная, очень ожидаемая многими людьми. Ну и вот этот процесс консолидации, который происходит вокруг волонтёрского движения на сегодняшний день, а он набирает силу, этот процесс консолидации, всё больше и больше людей вовлекается в этот процесс. Очень важно, чтобы все те волонтёрские движения, которые на сегодняшний день объединены под региональный волонтёрский центр, работали скоординированно. Самоотверженный труд волонтёров необходимо поддержать, отметил в Рио главы региона. Сейчас добровольцы нуждаются в защитных костюмах, перчатках, антисептиках и бесплатном проезде по городу. Ну и проезд на общественном транспорте, естественно, вот уже говорит, что есть некое решение. Мы сегодня же это решение ещё раз обсудим и систематизируем. И здесь полностью поддерживаю, что волонтёры должны и обязаны иметь возможность оперативно передвигаться. Но вопрос только в другом. Общественный транспорт у нас довольно-таки сейчас редко ходит днём, поэтому здесь надо будет находить, возможно, и другие некие дополнительные решения, чтобы увеличивать эту оперативность. Оказывать помощь нуждающимся волонтёры обещают при любом сценарии развития ситуации. Дмитрий Ковалёв и Андрей Спиридонов. Республика.